Грубо нарушил условия договора и пошел на обман, за что угодил под следствие. В марте в Сыктывкарскую полицию обратился предприниматель. Мужчина рассказал, его фирма сдает в аренду строительный инструмент. С клиентом заключается договор, в котором указывается срок аренды и стоимость оборудования. Один из заказчиков, который взял перфоратор на 24 часа, вовремя его не вернул. При этом отключил мобильный и перестал выходить на связь. Поскольку необязательный клиент оставил при оформлении копию своего паспорта, найти его полицейским труда не составило. Но чужого имущества при нем не оказалось. Зная о том, что есть такой магазин, который занимается арендой инструмента, он решил, так как у него не было денег, решил обратиться, взять инструмент в аренду, после чего сразу же его продать, вырученные деньги потратить на свои нужды. Договор аренды он оформил на один день, заплатил за это 400 рублей, после чего присвоив себе инструмент, выставил на одном из сайтов. Покупатель нашелся быстро, ведь перфоратор злоумышленник выставил за половину его рыночной стоимости. Вырученный от продажи деньги, аферист потратил на продукты и алкоголь. Вернуть инструмент полицейским пока не удалось. По статье мошенничества возбудили уголовное дело. 21-летний сыктывкарец ранее уже был судим за грабеж. Расследование уголовного дела завершается и скоро будет направлено в суд. За хищение путем обмана молодому человеку могут назначить до двух лет колонии. Также ему придется возместить причиненный ущерб индивидуальному предпринимателю в более 12 тысяч рублей.